Сначала эта страна подарила миру битвов, потом секс-пистолс и продиджи. Сегодня Британия, а вместе с ней весь мир, охватила новая волна. Волна любви к драм-н-бейс. Сегодня в Детях Асфальта эксклюзивно один из основателей крупнейшего драм-н-бейс-фестиваля – диджей-гвоздь. Йоу, Пис Массив, это диджей-гвоздь. Когда в Великобритании в начале 90-х годов в результате симбиоза брейбита и рейва родилось новое музыкальное направление, никто и не думал, что на протяжении ближайших 20 лет оно не только не исчезнет, но и будет активно развиваться. Некоторые сравнивают драм-н-бейс с джазом, где в рамках одного жанра можно услышать разнообразную музыку. Как развивается драм-н-бейс-сцена, нам рассказывал один из самых знаменитых драм-н-бейс-диджей в России – диджей-гвоздь. Какие время начинает переживать драм-н-бейс-музыка? Ну, честно говоря, как развитие, так и, с одной стороны, может быть, некого угасания интереса в таком глобальном масштабе драм-н-бейс, как стиль, помещающий в себя все грани электронной музыки и развивающейся спирали, видно. То есть тот или иной под стиль драм-н-бейса можно услышать, скажем, через какой-то промежуток времени вновь, уже немножко видоизмененным, встречает на пути новые веяния в электронной музыке, как то, например, ну, там, не знаю, банально, даб-степ или фри-электроника, например, появилась самая, там, одно из последних веяний в драм-н-бейсе – это просто 170 bpm электроника, то есть электроника, написанная на скорости 170-180 beats per minute, то есть ударов в минуту на той скорости, на которой звучит драм-н-бейс. Это тоже драм-н-бейс. Он может звучать как угодно, но он может играться нормально в драм-н-бейс-сетах, и люди, которые прошарены, готовы будут его воспринимать нормально. Охотится ли драм-н-бейс в андеграунде или это уже мейнстрим? Всегда будет подполье, всегда будет андеграунд, как бы это массово ни выражалось, но вот, скажем так, зерна от плевел, когда отделят, то останутся зерна андеграунд и плевел. А те люди, которые пришли на год в драм-н-бейс, потому что это по той или иной причине модно, они просто отсеются, и мы их завтра, послезавтра не увидим, это ничего страшного нет, мне кажется. Каких высот достигло мастерство диджеев и продюсеров на постсоветском пространстве? Англия может забыть вообще о музыке драм-н-бейс и выпускать только, ну, я как-то там с позиции российской, например, говорю, только, например, российских продюсеров, и музыки будет каждую неделю у вас вот так, ребята, очень хорошо. То есть уровень вырос действительно очень высоко. Как же встречает белорусская публика? Хорошо реагируют на хиты, например, то есть на вещи, которые они понимают, которые там они любят. На что-то новое реагируют далеко не все, но в некоторых городах, скажем, столица, в Минске, люди охотнее идут на контакт с новой музыкой, чем, например, в том же Новополоске, в котором мы выступали вчера. Ну и напоследок Гвоздь поделился с детьми асфальта своими творческими планами. Я занимаюсь лейблом «Респект», и, соответственно, лейбл плодоносит, и плодоносит очень много интересных музыкантов, как писалось в последнее время. В обозримом будущем, ну, самое ближайшее, это наша пятая виниловая пластиночка, двух 12-дюймовый EP, сборник, состоящий из 8 треков, называется «Медитация в танце». Сборник наших молодых дарований, которая в дальнейшем выходит с сольными релизами под названием «Гарсект и Пи», если переставить буквы, то вы уловите на название лейбла. Будет также осенью выпущена вторая часть сборника «Лесена». Это более позитивные вибрации, посвящены нашей вечеринке, которая вот уже 8-й год проходит в Санкт-Петербурге. Liquid Funk, Soulful Deep, новая школа, легкая музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok